Дорогие друзья, участники прекрасной научно-практической конференции, которая посвящается великому человеку, Захаре Александру Антоновичу. Он правда оставил величайший след в образовании, и оставил еще след в силу своей особой вечности. Он из меня представлен человеком как мой друг, как миститель и как, конечно, государственные дети. Я помню его, начиная с новаторского движения, с 1960-х годов, когда звучало на экранах останки с тем встречи. Его ответы, его изложение своей теории, вопрос, который мы задавали. Да, он действительно защитил тогда уникальную идею построения новой школы. А не только новой школы, а вообще нового образа жизни в силах. Я помню его еще с депутатских съездов в Москве. Он был членом Верховного Совета, народным депутатом, точнее, и нам часто приходилось там встречаться. И вот я влюбился в него. Его мудрость, его обаяние, его спокойствие, и самое главное, его идея. Он пригласил меня к себе, к село, в Соколке, а я согласился. И вот приехал. Я не знаю, может быть, несколько лет остались. В школе, это было, наверное, 89-й и 90-й год, которые помнят мой приезд в Тарк. И помню эту прекрасную школу, развесованную, внешнюю, двухэтажную, если я не ошибаюсь, так, и эти коридоры. Вообще, в чем меня удивлялось так? Я сразу не понял его идеи, и когда он показывал мне школу, или обсерваторию, или эти поля, которые дети обрабатывали и так далее, эти, в общем, все, что там, эти кабинеты, универсальные кабины. Я не мог это понять. Но самое главное, не мог понять, когда он возил меня по селу и показывал, где-то там музей, музей села, где-то это городский музей, где-то еще бассейн, спортивные площадки. Это непримекадиво, что это к школе. И я думаю, что значит, что он мне показывает нечто, которое строится колхозом, народом строится, а сейчас он мне показывает, что это, что происходит. Это чуть позже я углубился в его идеях. А идеи эти, я боюсь сказать, это гениальные идеи. Значит, школа как центр духовных, культурных, социальных и даже экономических жизней в селах. Школа как центр. Действительно, у него это получилось. Именно по его настоянию, по его деятельности были построены все эти музеи, эти площадки спортивные, эти танцевания, клубы и так далее. Это все разбросывание как будто в разных частях села действительно являлось каким-то центром, где сама школа, где она состоящая. Это уникальное потому, что центр, который объединяет все это, одновременно и снабжает села с лучшими, интеллигентными людьми. Людьми, которые любят трудиться, имеют лучшие качества общения, любви, уважения, помощи. И самое главное, умеет трудиться. Интеллигент, нише трудиться. Трудиться в сельском хозяйстве, в разных сферах. Больше, друзья мои, мы как-то и сейчас забываем о труде, но там он мне показывал это величие, это торжество труда ребенка. Это труд, который преобразовал его самого, и, конечно, не мешал его образовательному процессу. Вот сделать село вот таким уникальным населенным пунктом. При Советском Союзе это как-то воспринималось как утопия. Даже и сейчас. Много ли мы найдем школу, которая становится центром общественной жизни села? Именно села. То есть, маленького, сочного, где можно преобразовывать все к лучшему, если есть хороший руководитель, хорошие люди, которые стремятся, что-то привнести в жизнь к сельчан. Если есть такой ядро, конечно, все может измениться. Знаете же, дорогие друзья, когда пронислись вот эти метели, тошли годы, несколько десятков лет. Недавно я написал книгу, «Учитель от Бога» называется. И когда я описывал этого учителя, я имел в виду и моего друга Александра Анатольевна тоже, потому что это он создал мой идеал тоже. То есть, я принял его идеал, когда учитель со своим трудом, учитель от Бога, как им охота считается. И Захаренко меняет облик окружающей среды. Среда действительно влияет на жизнь детей, на их воспитание, на их становление, на становление личности. И он это окружение изменил. И, конечно, все это и отражалось на всю жизнь этого Сочина. Вот такая идея. Там еще были многие идеи, как дети себя оценивали, заняли характеристикой своей личности, как их все относились. И самая главная идея, которую он высказал о школе, это меня поражает. Друзья мои, я опять призываю вас вот вернуться к этим людям. Школа, говорит он, это не то, что здание. Школа – это возвышенный дух. Дух. Возвышенный дух. Он слово «дух» применил при советской власти, когда было опасно, вот так и так говорили. Вот Исуховницкий от этого страдал. Школа – это возвышенный дух. Еще и мечта, еще и идея. И этот возвышенный дух, мечта, идея, увлекают сразу троих. Учитель, ученик, родители. Он эту мечту реализовал в своей практике. Я давно, не давно, а после этого уже не было в Сахаловке. И мне очень интересно, как эта школа сейчас живет, как реализует эти идеи, как сохраняет. Извините, несобстоятельства, нету колхоза, нету многих вещей, которые тогда определяли нашу жизнь. Но идея для моего прекрасного друга не теряет свою ценность. Идея – то, что школа должна влиять на общественное развитие, на развитие людей. Тем более, если директор школы имеет эти идеи, эти ценности в течение 30 с лишним лет реализует свои идеи, конечно, село должно меняться. Ведь школы наполняются селом новыми людьми. Новыми людьми. Они и меняют обык села. Я хотел бы, чтобы школа, которая имеет его имя и статус авторской школы и до сих пор продолжала и достойно продолжала развитие его идей и ценностей. Дорогие мои друзья, я хочу поздравить вас всех с вашим собранием. Это прекрасное дело, что вы сейчас делаете. Наверное, будете обсуждать идеи великого муслендия в педагогике, его наследство. Будете пересматривать, а что из этого наследства мы упустили? Именно этого нельзя делать. А что нам надо еще более статусно развивать? И можно ли это тоже умножать и принести? Прекрасная страна, Украина, нуждается в таких школах. В школах Захаренко, в школах Сухардинского, в школах Ушинского. без этих школах нация обеднеет. Я желаю вам больших успехов, дорогие мои друзья, в ваших поисках и удач. Пусть жизнь на Украине и Сахаренко, в частности, процветает. Обнимаю всех вас, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...